Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис» Сморгонское кабельное телевидение Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы событий. Об основных из них расскажу вам я, Анна Лешкевич. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января указом номер 30 утвердил государственную инвестиционную программу на 2016 год, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера. На финансирование 99 объектов, включенных в программу, предполагается направить 4 трлн 584,1 млрд рублей. Намечено начать финансирование строительства и реконструкции 19 новых объектов. Всего в 2016 году в соответствии с программой предполагается ввести 36 объектов. А Гродненский обл. полком в 2016 году направит около 62 млрд рублей на поддержку инновационных проектов, сообщили на встрече с представителем науки региона председатель областного совета депутатов Игорь Жук, передает корреспондент БелТА. В феврале белорусы получат новые жировки. В них изменятся не только тарифы, но и количество строчек. Напомним, в январе вступил в силу указ президента Республики Беларусь номер 535 о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Как нужно будет платить за коммуналку по-новому, выясняла наша съемочная группа. Указ президента Республики Беларусь номер 535 о предоставлении жилищно-коммунальных услуг по задумке его разработчиков призван усовершенствовать порядок финансирования организации ЖКХ и повысить эффективность их деятельности, а также усовершенствовать порядок предоставления отдельных жилищно-коммунальных услуг. Уже выведены из состава технического обслуживания уборка мест общего пользования, вспомогательных помещений. Это уже будет значит, что за места общего пользования уборку подъездов будет платить у нас население по соответствующим тарифам и соответствующим затратам. Также основное в этом указе оговорено, что будет оплата производиться населением тоже 100% за освещение места общего пользования будет оплата производиться, плюс за пользование лифтами будет оплата 100% производиться тоже также населением за те лифты, которые не пользуются. Теперь услуга «Техническое обслуживание лифта» предусматривает плату не только за его исправное техническое состояние, но и за энергию, затраченную на его движение. Данный вид затраченной энергии жильцы будут оплачивать в зависимости от того, сколько человек зарегистрировано в квартире. Учитывая то, что лифт всегда должен находиться в технически исправном состоянии, независимо от того, есть жители в квартире или нет, плата за содержание общего имущества взымается со всех соразмерно занимаемой площади. Это относится и к плате за электроэнергию, которая уходит на освещение подъездов. Теоретически, подъезд – общая собственность жильцов. И чем больше квартира, тем больше надо платить за помещение общего пользования. Перечни работ по благоустройству при домовой территории многоквартирного жилого дома будет осуществляться за счет средств местных бюджетов. А вот оплата за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, уборку подъезда, ляжет на плечи жильцов. Есть такое в указе 535, что есть возможность отказаться от нашей уборки подъездов, но это должно быть принято единогласно, с собранием, с оформлением протокола, которым жильцы должны четко описать. Но это не значит, что подъезд не должен будет убираться, подъезд должен будет убираться жильцами в соответствии с установленными графиками. Все равно должна, когда там влажная уборка проводится, подметание, все должно будет выполняться в случае невыполнения этих условий и уборки подъезда. Будет приниматься решение, будем убираться все-таки все равно опять же мы и выставлять жильцам в квитанции. В квитанциях это будет начисление проходить отдельной строкой, будет проходить как за пользование электроэнергией, так и за уборку подъезда. Кстати, все факты вандализма в подъезде будут устраняться в рамках текущего ремонта за счет самих жильцов. Так что желание поддерживать общее имущество в надлежащем порядке сэкономит семейный бюджет. Вступивший в силу указ призывает к бережливости и дисциплинированности каждого собственника жилья, отмечают специалисты. В текущем году в Гродненской области участились случаи гибели пожилых людей на пожарах. Большинство погибших имели детей, которые по закону обязаны о них заботиться. Позвоните родителям, поинтересуйтесь, все ли у них в порядке. Окажите помощь при введении дома или квартиры в пожаробезопасное состояние. Установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Уделите внимание своим пожилым родственникам и соседям. Ваше неравнодушное отношение поможет сберечь их жизни. Отдел экономики Сморгонского района исполнительного комитета напоминает, что в соответствии с пунктом 24 положения о торговом реестре Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную и оптовую торговлю, обязаны до 1 апреля 2016 года представить в отдел экономики районного исполнительного комитета сведения о товарообороте за 2015 год. В среду 3 февраля с 15 до 16 часов прямую линию по теме о порядке назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам проведет начальник управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Также в среду 3 февраля с 10 до 12 часов прямую линию по вопросам декларирования доходов проведет начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Сморгонскому району Ирина Леонидовна Карабинская по телефону 3-22-29. Каждую среду с 14 до 15 часов в областном управлении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь работает телефон горячей линии 8 015 2 7 3 05 69 Встреча учащихся правового класса и руководство Академии МВД Республики Беларусь состояло в средней школе номер 7. Ребята получили уникальную возможность из первых уст узнать о главном милицейском вузе страны и об особенностях поступления. Накануне этой встречи глава Академии МВД посетил Сморгонский районный отдел внутренних дел в рамках единого дня информирования и удостоверился, что уже бывшие выпускники с честью и достоинством несут службу в рядах милиции. Он также отметил, что в 2015 году за качество организации образовательного процесса милицейский вуз был награжден правительственной премией. Подготовка школьников, кандидаты для органов внутренних дел, начиная со средних классов, практика, которую применяют в Академии МВД Республики Беларусь уже более 10 лет. Это дает возможность не только проводить профориентацию, но и способствует профилактике правонарушений среди подростков. Если ранее такое общение носило односторонний характер и выражалось в основном том, что детей приглашали на день открытых дверей и они участвовали в специальных проектах, то сегодня эта форма общения изменилась. Для того, чтобы этот контакт расширить, для того, чтобы увидеть реальную обстановку вещей, конечно же, мной было принято решение, и я начал раз в месяц посещать те школы, где у нас созданы правовые классы. Что это мне дает? Во-первых, это дает мне увидеть реальное положение вещей в районе, в районном отделе внутренних дел, в школе, в правовом классе. Хочу сказать, вот за уже шестой год я возглавляю Академию, у меня все больше и больше появляется гордость за нашу страну. Почему? Потому что я не понаслышке, а реально вижу, как изменяется лицо районных центров. Они преображаются, они становятся краше, интереснее, ухоженнее. И действительно понимаешь, что детки-то у нас великолепные, да? У нас великолепные педагоги, которые отдают себя вот этой работе. Официальный статус правового класса будущие юристы получили два года назад. Тогда на базе средней школы номер 7 был подписан четырехсторонний договор о сотрудничестве и совместной профориентационной работе между Академией МВД Республики Беларусь, школой, отделом образования спорта и туризма Сморгунского райисполкома и районным отделом внутренних дел. В первый год обучение проходило в форме факультативных занятий. И ребята не воспринимали это всерьез. Но за два года их отношение изменилось. Когда в 2014 году был подписан договор о сотрудничестве Академии МВД, все это, конечно, приобрело более серьезный формат, форм. И дети уже были посвящены в правовой класс, была пошита специальная форма, которую они носят и по сей день. И вот вы знаете, это, наверное, может быть форма, может быть все это серьезное, передало им, конечно, другое отношение. Они уже по-другому смотрят на свое поведение, на свое вообще, наверное, восприятие чего-то. Вот правовая культура, конечно, у них повысила все же. Первый год мы знакомились с этой программой, нас водили на концерты, которые мы посвящены Дням Милиции. Ну и несколько раз нас водили в сам РОВД. В этом же году и в прошлом, когда нас посвятили уже в правовой класс, мы ездили в Лиду на день третий дверей в Академии МВД, также были в паспортном столу, ходили в прокуратуру, в суд, нас возложили большую ответственность. Теперь мы стали лицом школы, и поэтому мы отвечаем как за школу, за свой класс, так и за учителей. Как отметил начальник Академии МВД Республики Беларусь Владимир Бачила, в составе информационной группы он каждый месяц посещает районное отдело внутренних дел, где выступает перед сотрудниками. При этом предпочтение отдается районам, где созданы правовые классы. Этот статус получили учащиеся 59 школ Республики и 7 кадетских училищ и лицеев. И главным критерием профориентационной работы сегодня выступает мотивированность выбора профессий будущих курсантов. Мы стараемся вот этой профориентационной работой помочь ребятам как можно быстрее прийти в Академию. Мы им подсказываем, как нужно учиться. Мы оказываем им сопровождение в ходе того этапа, когда они обращаются в районный отдел внутренних дел и проходят сложные этапы, такие как медицинские комиссии, проверка по различного рода учетам и так далее. Мы помогаем ребятам, как поступить в той или иной ситуации. На встречу с руководством Академии МВД Республики Беларусь пригласили не только учеников правового класса, но и будущих выпускников. Генерал-майор Владимир Бачила рассказал об организации учебного процесса в Главном милицейском вузе страны, преимуществах курсантов перед студентами других учебных заведений и перспективах карьерного роста в органах внутренних дел. Ребята задавали вопросы по интересующим темам и могли получить подробные ответы. В соответствии с планом подготовки по предназначению в 2015-2016 году в военном комиссариате Сморгонского района проводили занятия по боевой готовности. Их главная цель – повысить уровень готовности военного комиссариата и элементов базы проведения мобилизации граждан и транспортных средств, приема мобилизационных ресурсов на территории Сморгонского района. В ходе занятий было проведено уточнение задач и функциональных обязанностей должностных лиц военного комиссариата, проведены практические занятия и тренировки с должностными лицами пункта управления военного комиссариата, а также с администрацией базы проведения мобилизации граждан и транспортных средств, базы приема мобилизационных ресурсов территориальные войска, на территории Сморгонского района. Привлечены были не только личный состав военного комиссариата, а должностные лица районного исполнительного комитета, территориальных органов Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета госбезопасности Республики Беларусь, военнообязанная, предназначенная для доукомплектования военного комиссариата, Органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск, а также военнообязанная, предназначенная в состав аппарата усиления военного комиссариата и невоеннообязанная. В ходе занятий должностные лица, которые привлекались на них, показали хорошие знания своих функциональных обязанностей, своевременно и организованно приступили к практическому их выполнению. Недостатки, которые в ходе работы возникали у должностных лиц, существенного влияния на выполнение задач не оказали. Можно сделать вывод, что учебные цели занятия достигнуты. Должностные лица пункта управления военного комиссариата, а также администрации элементов базы проведения мобилизации, готовы к выполнению задач по предназначению. Традиционный фестиваль духовной музыки «Слава Вышних Богу» собрал в Центре культуры города Сморгоне 14 церковных и светских хоровых коллективов Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов. Организаторы надеются, что проведение фестиваля станет очередным шагом в направлении сохранения и развития церковно-певческих традиций. Высокая исполнительская культура 14 детских и взрослых певческих коллективов Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов, собравшихся на традиционном фестивале-конкурсе духовной музыки, заслуживает самых возвышенных эпитетов. По словам священнослужителей, вера всегда помогала нашему народу выстоять в самые непростые моменты становления государства, а пение является неотъемлемой частью служения Богу. «Это великая радость, это начало нашего спасения. В мир приходит Христос, чтобы всех сделать чадами Божиими, чтобы примирить человека с Богом, чтобы даровать тот потерянный рай. И поэтому Рождество Спасителя – это начало нашего спасения, начало нашей радости. С нами Бог! Значит, церковь прославляет вот это событие на все наши нам дни, и на Рождество Христово, и на Богоявление поются эти песнопения. С нами Бог! Это самый радостный гимн для христианина, что вот с нами Бог теперь». Церковные и светские хоровые коллективы представили свои программы на суд жюри. В них прозвучали произведения богослужебного характера и светские песнопения, псалмы, калятки, духовные стихи. У большинства выступающих нет специального музыкального образования, но взаимодействие, сотворчество руководителя хора и певцов открывает глубокое духовное единение. «Мы рады просто чисто душой отдаваться этим песнопениям, службам. По мере возможности все посещаем, потому что возраст наших участников очень разный, но все очень преданы этому делу. У нас очень дружный коллектив, друг друга мы очень уважаем, любим, и стремимся, чтобы наш коллектив не угасал, а наоборот выполнялся». Как серебряные колокольчики звучали голоса юных исполнителей хора «Лучик» с Моргонского храма «Преображение Господня». В копилке хора не одно призовое место. От чистоты исполнения песнопений, как от искорки, зажигается радость в сердцах слушателей. «Когда ходишь на хор, это какое-то такое Божье благословление, и ты когда ходишь, ты как очищаешься, и такой свет идет от храма, и когда ты приходишь, нам так нравится, и поешь, и кажется, ты возносишься прямо в небо». «Мне очень-очень нравится, хожу я сюда очень давно. Здесь хорошая такая приятная аура, лучше, чем погулять на улице, наверное. Мне нравится, ходим всей семьей каждое воскресенье». «Это, можно сказать, часть моей жизни. Хор стал неотъемлемой частью ее. Я уже, можно сказать, ветеран этого хора с первого года. Я участвую в этом хоре, и я не представляю, если я покину хор, то чем мне заниматься тогда». Каждый коллектив представлял программу, отвечающую идеалам высоконравственного и духовного содержания. «Ощущение радости и удовольствия от чувства того, что мы занимаемся интересным и полезным делом, всегда с нами», поделилась руководитель хора «Храма Воскресения Христова» города Ашмяны Валентина Реут. «Женщинам интересно выступить просто со сцены и услышать, как поют другие. Но это самое главное, пожалуй, потому что концертная жизнь, она немножечко воодушевляет, всех тонизирует, и привлекательнее делается само пение. Потом они получают представление гораздо более профессиональное о том, как нужно петь, в сравнении с другими коллективами. Это тоже много дает, потому что к нам никто не приезжает, нас никто не учит, и мы сами подпитываемся». «Занятия в хоре, общие поездки сильно сплачивают детей», рассказала руководитель хора «Созвучие детской школы искусств города Ашмяны Анна Буйко. Задача педагога – заложить в сердцах воспитанников то зерно понимания усердия и веры, которое со временем поможет открыть истинную духовную красоту». «Коровики мои, воспитанные мной, я считаю, что они просто наслаждаются пением, наслаждаются участием вот в таких вот концертах, и когда мы начинаем учебный год, у них всегда первый вопрос – куда мы поедем в этом году? Где мы будем участвовать в этом году? Какие планы на этот учебный год? И по мере того, как мы выучиваем какой-то новый репертуар, мы, конечно, смотрим, где нам можно поучаствовать, где наш репертуар не всегда подходит. Но дети всегда с большим увлечением, с откликом участвуют вот в таких мероприятиях». «Однако конкурс есть конкурс. Из достойных надо выбрать лучших. Жюри оценивало мастерство по многим критериям, в том числе по чистоте строя, грамотности прочтения церковных текстов, единству стиля, молитвенности исполнения, нравственному наполнению репертуара. Лучшие исполнители выступят на галоконцерте в городе Лида». Каждое утро мы пять минут чистим зубы, варим яйца, пьем утренний чай. Пять минут ждем следующего трамвая. И разогреваем зимним утром мотор автомобиля. Делаем бутерброд за пять минут, пока идет реклама. И наше сердце стучит за пять минут более трехсот раз. Пожар убивает за пять минут. Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис». Сморгонское кабельное телевидение. Зима в текущем году продолжалась четыре недели, а не две, как в прошлом. И ситуация в феврале развивается по декабрьскому сценарию. Как сообщают синоптики, первая половина февраля будет теплой. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-10 градусов. И больше будет соответствовать к концу марта. Конвейер по производству атлантических циклонов заработал с новой силой. В ближайшие дни погода на территории Сморгонского района будет неустойчивой, но очень теплой. Во вторник 2 февраля ночью при прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха состоит около нуля. Отдельные участки дорог будут скользкими. Днем мы окажемся в теплом секторе циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Пройдет кратковременный дождь, юго-западный ветер усилится, его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. А температура воздуха повысится до плюс 4-6 градусов. Облачно с прояснениями. В среду 3 февраля на территории Сморгонского района сохранится влияние циклона. Его центр будет находиться над Финляндией. Установится ветреная погода порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит плюс 3-5 градусов. Облачно с прояснениями. Временами пройдет кратковременный дождь, к вечеру возможен мокрый снег. В четверг 4 февраля Сморгонский район окажется в толовой части циклона, который начнет смещаться на Хольский полуостров. Ветер ослабнет. Атмосферное давление подрастет. Пройдут осадки. В основном в виде мокрого снега. Отдельные участки дорог будут скользкими. Столбики термометра в течение суток будут держаться на уровне 0,2 градуса. Ветер западный, ночью порывистый, днем умеренный. В ближайшие выходные дни синоптики прогнозируют комфортную теплую погоду. Температура воздуха будет намного превышать среднесуточную норму и составит 0,5 градусов. Пройдут небольшие осадки. Это были главные темы нашего выпуска. До свидания.